эйо привет привет с вами кальянный блог фил и 3 меня зовут трех меня зовут фил сегодня у нас стена крутости наконец-то спизженная идея у топ гира топ гира спизженная им предложенная в наш канал реализованная нашей команды как всегда у нас будет много карточек они будут попадать в четыре раздела реально не круто не круто круто и восторг каждую карточку мы обсуждаем принимаем решение куда ты вижу мнение чисто субъективно и никаких логических выводов просто вот просто так поэтому если считаете что мы кончены то все правильно я начинал первый фэш раз давайте так первая карточка мне кофе кофе почему не кофе почему нет проекта от ну ахули группа от саши почему это круто потому что какие-то смежные проекты рядом с кальяна движуха это интересно забавно привлекать внимание скажет так разбавляет уже скучный вот заебавший разговор о кальянах ну типа для это прикольно но тем более что кофе это достаточно близкий к продукт кальянной сфере но я не думаю что из-за этого саша стартовал но до этого близки и почему бы нет почему и почему нет это гениальный брендинг начнем с этого там вот фильм ошпаковь почему нет ну вот вот и так случилось что паштанов который присоединился к на холли групп было свое время связано с кофейный движух с кофейной индустрии увы к сожалению не помню какую именно роль он свое время играл но я уверен что благодаря ему этот проект в принципе строят отчасти но его дила болезда очень весомый почему мне эта штука не нравится она не попадет в раздел хреново или совсем хреново но почему не нравится саша когда стартовал с этим проектом он сказал у меня есть 700 тысяч в кармане и я посмотрю и я сделаю франшизную сеть через год ко мне присоединится 20 заведений я такое думаю блин вот если бы я смотрю круто я сейчас в реально вот воочию вижу как чувак строит бизнес и к нему присоединится реально он сделать ну реально сеть за год всего почему нет почему не были на другой страны я думаю а ведь по сути эта история уже обречена на успех потому что если у вот это вот штуки у этой кофейной сети есть продуманная бизнес парадом на бизнес план хорошей франшизы все такого то люди ее возьмут а то что сашу и так уже на и довольно таки до хрена людей не имеет значения вот занимаешься коленами ли это если шаху или бизнес-проекта ты знаешь вот и бабки в вольешь туда и это у тебя пойдет плюсом тут так так вы горе что и так и так прорвешься а значит что саша этот проект собственно обреченный успех из-за его уже новость успехов кальяна движухи короче если бы саша не был известном кальяна в кругах то скорее всего эта история бы не увенчалась успехом поэтому мне эта история не очень нравится как проект по завоеванию знаешь так кофейного рынка да а в принципе как кофейный проект крутой я бы победил поделил 50 на 50 потому что уж очень мои сомнения такие сильные но и вот так вот посредине вот сюда вот наклонилась окей у меня кстати тоже кальянный проект увы хорошо саркази парень который три года назад резал лаймы и рассказывал как засунут банан он не рассказывал он под музыку просто вырезала ничего не говорил в целом проехался насколько я знаю с многими мастер-классами во многих городах россии парень который вставлял бананы в грейпфрут и сейчас владеет франшизой мерчом табаком чашками кольца сессуарами за два-три года это большой путь большие результаты коля красавчик да это реально в раздел круто школе под разочек безо процентов за два года сделать такой путь от чувака который режет бананы до владельца бренда и по сути я бы не сказал что коля безусловно личность заметно но я не сказал бы что он заметнее чем большинство других меди каких-то персон и при этом всем условии так хорошо свои продукты поставить на рынок это мощно до коля прям красава ждем от тебя кучу бабла лады коля реальный респект и красавчик поехали дальше дизайнерские чашки дизайнерские чашки в примере приведем на фотки клей кинг которые делают для джапона чашки делают сами чашки пром подай нам вот например одну вот это не клейкинг это косма это космо любую достань который тебе нравится вот как пример у нас здесь например как пример например сколько она стоит там ром написано полторы тысячи рублей например неплохое исполнение почему бы нет де знаешь чашки для кальяна это чашки с не по точным или по точным но очень интересным дизайном эти чашки круто если они продуманы и хорошо курица да потому что есть это чашка фуе у курса сейчас который хорошо курица то просто чашка если это просто чашка то уже до если то чаш как только просто хорошо курица и И у нее клевый дизайн, это здорово. Но если вы, сука, сделали охуевший дизайн, и оно хуево курица, это хуево. Но в целом разнообразить, скажем так, все кальяны имеют разные форм-факторы, но в целом это кальян, да? И когда на них имеются клевые аксессуары, например, там, установим там, блядь, цветной шланг, нахуй, я не знаю, там, чашку, блядь, как-то разнообразить свой кальян, это прикольно. Да. Мне нравится. Как минимум, забавно. Силиконка. Силиконочка. Силиконочка та чашка, которая вызывает наибольшее количество споров внутри кальянной индустрии. Одни говорят, что, блядь, нахуй это вообще нужно, другие говорят, что это гениально. Итак, Фил, твое мнение по поводу силикона. Силиконовая чашка отправляется точно не в раздел хреново и точно не в раздел суперхреново. В разделе круто у нас уже слишком много всего. В раздел восторг, конечно, это перебор. Но знаешь, а может провокацию какую-нибудь вызвать? Да нет, на самом деле. Силиконовая чашка хорошо, потому что это одна из самых стабильных чашек для курения. Потому что она работает как должна работать. Это круто. Да, с ней, ну я не знаю, даже китайский силикон за 300 рублей курится как, блядь, нормальная силиконовая чашка. Но с другой стороны говорят, что это не до раскрытия вкуса. Помощь дрочилам. Да. И с одной стороны это губит правильность курения, что ты страхуешься силиконовой чашкой. И вместо того, чтобы людей научить курить правильно на нормальных чашах, ты там используешь силикон. Другие говорят наоборот, ну и пускай курят. А давай так и рассмотрим, она мешает гостям правильно курить, поэтому давай в раздел фигово. Давай ее вот так. Опять у нас, ну ладно. Линия из наших... У нас что-нибудь будет сегодня в разделе хренового? Ребят, пишите в комментариях что-нибудь, что по вашему мнению реально хреновое. Оверпак, о, вот, наконец-то. Наконец-то. Оверпаки, ребят, я не нашел более качественную красивую фотографию. Почему Оверпак говно? Как по мне, Оверпак на самом деле нацелен на то, чтобы какие-то более кайфовые свойства табака выразить. Это было употребимо, как по мне, в случае с нахлой, потому что она настолько любила жар, что под сумасшедшим таким агрессивным теплом она меняла свои свойства. Становилась насыщенной, становилась крепче. Это реально круто, почему бы и нет. Но в данных реалиях, в современных, с тысячей ароматов, которые курицы нормальные, без Оверпаков, нахуй это надо. Да, это просто перерасхолки. Если у вас есть другое мнение, пожалуйста, интересно обменяться опытом и почитать ваши комментарии. Если да, вы можете что-то предложить, но у нас все равно за это хуй сосит, какая разница. Да, у нас даже за щипцы и за хуй сосит. О, кальяны-палки. Кальян-палка. Кальяны бюджетного сегмента, чаще всего полиоцетали, палка из нержавейки. Кто-то там доходит и до нержавеющих оснований, но обычно до этого не доходит. Палка с отсутствием дизайна. Там есть блюдце, клапан и порт, там больше нет нихуя. Бюджет от 1500 до 4000 рублей за шахту для... Рассмотреть ее можно так. Кинуть в машину, чтобы она там валялась, в случае, чтобы был кальян и похуй, что с ним за 1000 рублей. Хорошо. Поставить дома для того, чтобы сесть, приготовить себе вечер, там открыть вина. Это все равно, что есть из одного разовой посуды, ребят. Господи, какое ебанное сравнение. Это реально, дома все, что есть из народа посуды, ты посмотри, это, блядь, не кальян, это, ну, это палка. Ну, пиздец. Ну, хорош, блядь. Нет, согласен. Я тоже против. Извините, вы уважаемые, блядь, кальян, споролок, блядь. Я говорю, это хорошо, что, типа, да, в машину кинул и забыл, пускай она там лежит, разлагается до момента, пока ты с пацанами не решишь покурить. Ну, дверь подпереть, ну. Когда прогнило дно, ты прям блюдцем приварил. Да. Ну, это интересно, ну, дальше от мангала ножка отвалилась, о, чуваки, сейчас есть. Нет, смотри, сколько прекрасных кальянов с интересными дизайнами. Да. Палка здесь, мне не нравится, дальше. Я сейчас? Да. Темпл. У меня дома такой стоит, не скрою. Но, смотри, плюс, это один из первых дизайнерских кальянов, где можно красиво наполнить колбу. О, 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 им занимается хорошая, сильная команда, у этого кальянов нормальная жаростойкость. Я просто, извините, я перебью. Вот сейчас получилось так, что у нас осталось две карточки смежных друг с другом. Мы, когда обсуждали карточки, что мы будем сегодня постить, я предложил наполнение колб. Да. Будь то вкусовое, либо чисто эстетическое. И так получилось, что здесь фотография у нас как раз с темплами. Да. И не очень качественно сделана, но в целом там колхозненько. Но все видели красивое наполнение колб, и многие как раз начали в этом практиковаться благодаря темплам 45. Доставать было неудобно. Мыть еще неудобнее. Их реально невозможно мыть, только с какими-нибудь реально агрессивными средствами. Поэтому я отправляю его в раздел хреново. Но не в самое хреновое, как отдать дать тому, что... Тот же Егигглаз спустя некоторое время был очень крутым. Да, это хреново. Сейчас мы рассмотрим это сейчас. Но в целом хорошо. Ну и смежная карточка с ним это наполнение колб. Будь то вкусовое, либо эстетическое, чисто визуальное. Я считаю, что это хорошо. Стой, 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 стой. Не сломай клавиатуру, дружище. Нет, я действительно считаю, что это хорошо, потому что красивая подача кальяна, это лучше, чем... Вот смотри, у нас есть хорошая чашка, которая вкусно курица. А если это еще и красиво подано, это еще лучше. А если еще вот этот ты сумел сделать так, что это дает дополнительный аромат, то это еще круче. Ну почему нет? Если кальяна это вкус, а ты можешь добавить вкус, но почему нет? И еще эстетики туда докинуть. Да, в чем трабл вообще? Блин, я считаю, что это вообще одно из... Я все, наверное, видели в интернете, есть хуевое наполнение, когда ты делаешь на отъебись и лишь бык. А есть, когда делаешь там, блядь, замороченный полным набором. Блядь, меня это в некоторых моментах вводит в восторг. Я хочу вот так. Кстати, вот давайте сделаем так. Вы, пожалуйста, напишите свои... Я хочу, чтобы это было почти восторг. Напишите, пожалуйста, свои рецепты именно вкусовых наполнений колбы. И самая крутая попадет в микс дня. Мы ее замиксуем и к ней подберем миксу. Да, ребят, точняк. Своё наполнение вкусовое, влияющее на вкус чашки пишите. Без микса, без микса. Без микса, да. Чтобы это было именно наполнение крутое колбы, мы его засветим в видосике и укажем автора. Почему нет? Хороший... Как бы, да. Итак, ребят, это была Стена Крутости. Кальяны Блокфилл и Трехи. Курите кальяны, любите своих женщин. И пока-пока. И пишите разрывающие пуканы идеи для нашей Стены. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok